Всяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас видеть на нашем вебинаре. Давайте сначала проверим связь, как вы меня видите, слышите. Нажмите, пожалуйста, на огонек, если все хорошо в правом нижнем углу. Так, отлично, много уже огоньков. Здорово. Все хорошо, тогда можем продолжать. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов. Я уже читала нашу географию, тоже очень важно знать, кто вы по профессии. И давайте тогда продолжим. Сегодня мы с вами будем говорить об интеллект-картах. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, а также родителям. Меня зовут Журова Инна Александровна. Еще раз представлюсь. Я учитель-логопед высшей аппликационной категории, дефектолог, руководитель службы социального сопровождения семьи с детьми. Как сказал Тони Бьюзен, ваш мозг – это дремлющий вегант, и искусство создания интеллект-карт поможет его разбудить. С введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования возникает необходимость поиска новых средств, различных образовательных технологий, методик, которые способствуют приобретению дошкольниками таких качеств личности, как любознательность, самостоятельность, активность, инициативность, а также познавательного развития. Одной из таких технологий является метод создания интеллект-карт, который обеспечивает высокую познавательную активность детей в разных видах деятельности и способствует взаимодействию детей со взрослыми и с верстниками. Этот метод был предложен и разработан в 60-70-е годы XX века, то есть молодой такой метод. Разработан он был и предложен английским психологом Тони Бьюзеном, автором методик запоминания, креативности и организации мышления, автором и соавтором более 100 книг. В своей практике педагога он выделил два направления деятельности. Это изучение и понимание возможностей мозга и его потенциала, память, мышление, творчество, навыки чтения и так далее. И также разработка методик по улучшению функций головного мозга у пожилых людей. Как сказал Тони Бьюзен, техника создания интеллект-карт представляет собой революционный инструмент мышления, который при правильном применении изменит вашу жизнь. Он поможет вам обрабатывать информацию, генерировать идеи, улучшить память, с пользой тратить свободное время и повысить эффективность работы. Как сказал Тони Бьюзен, изначально я считал, что интеллект-карта станет инновационной формой ведения записи, которую можно применить в любой стандартной ситуации. Введение записи для конспектирования лекций, фиксирования информации во время телефонного разговора, деловой встречи, для проведения анализа во время изучения чего-либо. Однако довольно скоро стало ясно, что интеллект-карта является не менее эффективным инструментом планирования, способна обеспечить всесторонний аналитический обзор по заданной теме, помогает генерировать новые идеи, найти неочевидные решения и отказаться от непродуктивных вариантов. Другое название – мыслительная карта на русский язык. Это название можно перевести как умственные или мозговые карты. Встречаются еще такие же названия, как карта ума, ментальные карты, интеллект-карты. То есть названия различные, но суть одна и та же, смысл один. И сегодня концепция создания интеллект-карт знакома многим. Помимо тематических конференций, чемпионаты по созданию интеллект-карт проводятся в Великобритании, в Сингапуре, в Китае, в других тоже странах, не буду уже все перечислять, их очень много. Во время этих чемпионатов проверяются многие дисциплины. Например, участникам предлагают создать интеллект-карту, либо слушая лекцию на незнакомую тему, либо по заранее подготовленному тексту. Полученные интеллект-карты оценивают по 20 критериям, таким как воображение, юмор, например, использование каламбуров, что там еще, какие пункты есть, привлекательность, оригинальность и соответствие фундаментальным принципам создания интеллект-карт. По мнению Тони Бьюзена, в мыслях человека превалируют образы и их ассоциации. Слова же, которые мы используем, служат лишь транспортными средствами, которые доставляют образы из мозга в голову других людей. И в центре внимания мозга всегда остается образ. Первоначально этот метод использовался узкими специалистами, которые занимались вопросами развития памяти, мышления. А затем уже этот метод стал распространяться и в другие области. Известно, что у человека два полушария головного мозга. Левая полушария у нас отвечает за логику, слова, числа, анализ, последовательность работы головного мозга. А правая полушария отвечает у нас за восприятие цвета, ритма, воображения, образа, размера. Тони Бьюзен создал такой метод, который объединяет характеристики восприятия и переработки информации, которые свойственны двум полушариям головного мозга. Вот идет синхронизация работы обоих полушарий головного мозга. Интеллект-карта – это технология изображения информации в графическом виде. Наглядный способ представления информации, который отражает связи. Смысловые связи, ассоциативные, причинно-следственные и другие. Причем отражает связи между понятиями и их частями. Интеллект-карты создают для отображения в рисунках и схемах эффективных способов запоминать, ассоциировать, активизировать способности к запоминанию информации и решению различных интеллектуальных задач. Другими словами, интеллект-карты – это представление информации в рисунках. Запоминать новые сведения в таком виде намного проще, чем в любом ином. Метод интеллект-карт основывается на наглядно-образном мышлении. Берем ребенка, поскольку все-таки разговор у нас о детях сегодня. И поскольку основывается на наглядно-образном мышлении ребенка, знаем, что оно в дошкольном возрасте является основным, карты помогают ребенку зрительно представить абстрактные понятия. Слово, предложение, текст. Интеллект-карта – это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как творческие, так и речевые особенности способностей детей. Активизируется мышление. Константин Дмитриевич Ушинский писал еще, что учите ребенка каким-нибудь неизвестным пяти словам. Вспомните известная фраза «Он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 20 таких слов с картинками, и он усвоит на лету». Взаимосвязь между интеллект-картами и памятью получила научное подтверждение. В 2009 году на международной конференции по проблемам мышления была представлена научная работа той, которая показала, что техника создания интеллект-карт помогает детям лучше запоминать слова, чем при использовании списков, и улучшает при этом результат аж на 32%. По результатам исследований, которые проводились в 2002 году Полом Фарендом, Ферзаной Хусейн, применение интеллект-карт улучшило долгосрочную память участников исследования на 10%. В мир дошкольных технологий интеллект-карты пришли благодаря кандидату в педагогических наук Валентине Михайловне Акименко, которая предложила использовать этот метод для развития связанной речи у детей. В своей статье «Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников» она написала, что примерно до 10 лет у детей доминирует преимущественно правое полушарие и первая сигнальная система. Поэтому подавляющее большинство младших школьников относится не к мыслительному, а к художественному типу. Следовательно, дошкольник в большей степени способен к восприятию правополушарной информации. Но, тем не менее, акцент в образовании долгое время делается на левое полушарие, да и в принципе делается. При построении интеллект-карт идеи становятся более четкими и понятными. Хорошо усваиваются связи между ними. Метод позволяет охватить материал единым взором, воспринять его как единое целое. Карты легко поддаются расширению, модернизации, реализуя при этом принцип движения от общего к деталям. Кроме того, их можно легко и быстро повторять, что способствует прочному закреплению материала в памяти. Это один из эффективных, актуальных методов в современном дошкольном образовании. Интеллект-карты способствуют облегчению, систематизации и усвоению детьми знаний, а также развитию речевых способностей. Результативность применения интеллект-карт достигается, во-первых, наглядностью. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом. Также достигается привлекательностью. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику. Ее рассматривать не только интересно, но и приятно еще. Также достигается... Уважаемые участники, как меня слышно? Нормально или есть проблема со звуком? Нормально? Хорошо. Отлично, спасибо большое. Также еще достигается запоминаемостью. Благодаря работе обоих полушарий головного мозга, использованию образов... Отлично, благодарю. Использованию образов, цвета... За счет этого интеллект-карта легко запоминается. Также своевременность здесь. Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации. И понять, какой же информации не хватает. Здесь также творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество. Помогает найти нестандартные пути решения задачи. И еще что хорошо. Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карта через некоторое время помогает усвоить картину в целом. Запомнить ее. А также еще увидеть новые идеи. Каковы же преимущества использования интеллект-карт дошкольных образовательных учреждений? Я вам потом попозже расскажу. Конечно же, идем от меньшего к большему. И каковы преимущества? Здесь же тоже нужна тренировка. Правильно? Немножко отвлекусь. Потому что, конечно, если вы дадите сразу такую большую, которая была предложена на предыдущих слайдах, дети не усвоят. Поэтому вы смотрите. Во-первых, по возрасту ребенка. Это раз. В возрасту детей. И также по мере тренировки развития сначала это меньшее количество и потихоньку увеличиваем. Индивидуально подходим, смотрим по детям. Это вам пример того, что может быть и как это может выглядеть. По поводу преимуществ. Правое полушарие головного мозга отвечает у нас за эмоции. Я расскажу хорошо, еще только вебинар у нас начался. Недавно еще не все моменты озвучены. Правое полушарие головного мозга отвечает за эмоции, за интуицию, помогает охватывать картину мира целиком, создавая образ из разных явлений и деталей. У детей развито именно правое полушарное мышление. Левое полушарное мышление позволяет изучать мир последовательно, пошагово. Сначала одно, потом второе, а лишь потом третье. И такое линейное восприятие растянуто во времени. Правое полушарное мышление доминирует у детей примерно до 10-летнего возраста. Поэтому большинство дошкольников, как раз таки, как я уже отмечала, относятся к художественному типу, а не мыслительному. Однако важную роль играет развитие особых полушарий для единого психического процесса, обоих полушарий, чтобы психические процессы у нас с вами в едином моменте развивались. И достичь этого помогают интеллектуальные как раз карты. Когда ребенок составляет или изучает интеллект-карту, у него активны оба полушария головного мозга. К тому же карта ума выглядит красиво, активизирует творческие начала. Это что? Поиски, ассоциации, изображения при составлении. Легко запоминается после зрительного изучения и устного проговаривания. Представляет возможность корректировки. Творческие и игровые моменты в составлении карт делают занятия для дошколят легкими, увлекательными. Совместное составление и изучение карт мышления помогает ребенку учиться общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми. Использование интеллект-карт также, помимо всего прочего, помогает развить мелкую моторику, любознательность, способность к творческой самореализации. Какие еще можно отметить преимущества? Во-первых, это наглядность. Вся проблема в ее многогранном понимании отображается компактно. Привлекательность. Интеллект-карта имеет свою эстетику. Ее рассматривать, как я тоже уже говорила, не только интересно, но и приятно. Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий головного мозга, использованию образов, цвета. Информация, которая отражается в интеллект-карте, легко запоминается. Интеллект-карта информативна. Креативность сюда же, поскольку интеллект-карта, когда мы создаем ее, она стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути решения задачи. И инновационность. Поскольку интеллект-карта побуждает к новым мыслям, к новым идеям. Интеллект-карта напоминает клетку головного мозга, нейрон, с ответвлениями. За счет стимулирования радиантного мышления, создание интеллект-карты ведет к усилению естественных функций мозга, делая процесс мышления более творческим, эффективным. Мозг человека состоит из более чем миллиарда нейронов, каждый из которых является более мощным, чем домашний компьютер. И благодаря радиантному мышлению мозг действует синергетически, а не линейно. Это означает, что сумма его действий всегда больше, чем эффект от отдельных действий. Более того, интеллект-карта повторяет миллиарды синапсов и соединений между клетками мозга. Результаты недавних научных исследований подтвердили, что интеллект-карта является естественным отражением процесса мышления, который происходит в головном мозге. Иными словами, человек мыслит внутренними интеллект-картами. Человек мыслит не линейно, а структурно и разветвленно. Каждое понятие ассоциативно связано с другим понятием. Поэтому именно интеллект-карты с разветвленной структурой помогают качественно изобразить материал, отразить связи между понятиями и, соответственно, усвоить новую информацию. Интеллект-карты основаны на ассоциативном мышлении, связи, то есть между отдельными и разными представлениями. И карту ума помогают педагогам проводить интеграцию речевого, познавательного и социально-коммуникативного развития. У детей развивается активность, любознательность, овладение средствами общения, овладение способами взаимодействия. Для чего создаются интеллект-карты в дошкольных образовательных учреждениях. И цель интеллект-карт здесь – это собрать информацию о предмете, об объекте или явлении. Во время составления карты педагоги с дошкольниками рассуждают, пополняют словарный запас, анализируют, синтезируют и обобщают сведения. Интеллект-карты помогают детям развивать связную речь, логичную, грамотную речь, а также самостоятельно и ясно излагать мысли, выделять главную из них и запоминать изучаемый материал. Как правильно сделать интеллектуальную карту? Для создания максимально эффективной, привлекательной, интересной, запоминающейся карты ума следует придерживаться простых правил. Их немного, они достаточно простые. Какие это будут правила? Располагать главную идею, предмет в центре листа. Лист лучше развернуть горизонтально. Так останется больше места для рисунка. Использовать только цветные карандаши, ручки, маркеры, любые пишущие предметы, но чтобы они были цветными. Каждая ветвь от центрального объекта должна иметь отдельный цвет. С центральной идеей следует соединять главные ветви интеллект-карты, а с ними уже соединять ветви второго, последующих порядков. Лучше рисовать изогнутые ветви, как у дерева, чтобы они, если нейрографику вспомнить, чтобы они были бионичные, природные, а не прямые линии. Ветви не должны, скажем так, переплетаться с соседними ветвями. То есть не должен быть клубок завернут. Что еще? Здесь над каждой ветвью нужно писать только одно ключевое слово. Использовать рисунки, картинки, аппликации, ассоциации. Это поможет детям лучше запомнить и усвоить новую информацию. И деталей на карте может быть бесконечное множество. Столько, сколько нужно для полного понимания темы. Но опять же еще раз повторяю, что с детей более младшего возраста делаем упрощенный интеллект-карты и постепенно их усложняем, добавляя больше ветвей, больше информации. Тони Бьюзен рекомендует использовать этапы, скажем так, законы создания интеллект-карт. И законы создания интеллект-карт, они кажутся простыми, но при этом они очень эффективны. Если же вы решите отклониться от них, то не получится тогда создать интеллект-карту, которая была бы информативна. И полезна, продуктивна в использовании. Во-первых, первый закон – это то, что всегда используем чистый лист бумаги, который расположен горизонтально. Он должен быть достаточно большим, чтобы вместить все ветви. В центре листа поместите изображение, представляющее основную тему. Используем не меньше трех цветов. Что еще здесь? Используйте изображения, символы, коды, размерности при работе над интеллект-картой. Подберите ключевые слова, запишите их печатными буквами, а можно напечатать и потом приклеить. Что еще? Размещайте каждое слово или изображение на собственные ветви, чтобы они стояли, получается, по отдельности. Располагайте ветви по кругу от центрального изображения. Сделайте основные ветви толще у основания и тоньше уже у конца, где от них будут расходиться дополнительные ветви. Делайте ветви такой же длины, как слово или изображение на них. Что там еще? Используйте цвета при работе над интеллект-картой. Создайте собственный цветовой код для ветвей. Используйте выделения, стрелки, дополнительные линии, чтобы показать ассоциации между разными связанными темами. Стремитесь к ясности, располагая в ветве в четко продуманном порядке. И помните, что пустые места между записями не менее важны, чем сами записи. Вспомните лес, пространство между деревьями. Чтобы понять, где вы находитесь, ваш мозг обращается именно к этим пространствам, а не к самим деревьям. И по поводу цвета тоже хотела бы обратить здесь ваше внимание, почему запоминать информацию лучше, когда она представлена в цвете. За восприятие цвета отвечает у нас правое полушарие. Помним. Тогда как за восприятие вербальной информации у нас отвечает левое полушарие. То есть комбинация цвета и слов активизирует оба полушария головного мозга. Помимо прочего, использование различных цветов при введении записи делает процесс увлекательным. А положительные эмоции – это важный фактор при создании интеллект-карт. Опять же, информация у нас с вами запоминается хорошо. Вспоминайте нейрофизиологию мозга. В любом возрасте, не только дети, взрослые тоже. Информация запоминается лучше тогда, когда у нас есть эмоции негативные, даже отрицательные, положительные эмоции. Вспомните, если что-то прошло мимо нас, то обычно оно проходит ровно мимо, если это безэмоционально было. И мы, конечно же, не запоминаем ее. А вот если у нас были какие-то эмоции, мы испытывали какие-то эмоции при запоминании информации, то наш мозг тут же выдаст эту информацию. Правильно? И поэтому здесь как раз-таки акцент у нас на положительные эмоции идет. И гораздо проще будет запомнить детям нужную нам информацию. Многоцветность эмулирует память и творческое мышление, освобождая от ловушки, монохромности и монотонности. Цвет вдыхает в изображение жизни и делает его более привлекательным. Цвет вдохновляет на изучение нового и влияет на то, как мы общаемся друг с другом. Цветотерапию тоже вспоминайте. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что правильно подобранная комбинация цветов способна привлечь внимание, значительно улучшить понимание, стимулировать мотивацию, вызвать оживленную коммуникацию, улучшить способность к обработке и хранению изображения информации. Цвет может нести функцию кода. Если использовать специальные цвета для изображения разных областей, и тем более на интеллект-карте, они станут уже условными обозначениями, благодаря которым запомнить информацию будет еще гораздо проще. В 1933 году немецкий психотерапевт-педиатр Хедвига фон Ресторф провела эксперимент, в ходе которого пришла к выводу, что объект, выделяющийся каким-то образом, из общей массы запоминается лучше. Например, вам дали список мужских имен, среди которых вы увидели женское имя, которое выделено, ну, пусть будет оранжевым цветом. Вероятно, лучше всего вы запомните именно имя... Нет, конечно же, почему не будет? А о чем мы сейчас разговариваем? Об этом мы как раз и разговариваем с вами. Дело в том, что единственное, что у каждого могут быть свои какие-то представления. И, например, скорее всего, вы запомните как раз-таки именно это женское имя, которое было выделено оранжевым цветом. И поскольку оно отличается, написано другим цветом. Вот таким образом. Дальше, что изображение. Дети обычно учатся рисовать быстрее, чем писать. Условное обозначение имеется в виду. То, что я уже обозначила. Как раз-таки цвет, условное обозначение. Возвращаемся к изображениям. И дети учатся рисовать быстрее, чем писать. Эта тенденция видна. Причем в истории даже развития письменности, которая насчитывает несколько тысячелетий. Конечно, будем о технических моментах разговаривать, естественно. Вот это первостепенно, что относится к техническим моментам, уважаемые участники. Важно не пропускать все детали, их обсуждать. Потому что упустив какие-то важные моменты, мы с вами опять же не сделаем, как правильно, как это должно быть. И что получается? Ну, вот видите, опять же, трачу время на лишнюю информацию. Соответственно, меньше расскажу. И это что касается изображения. Слова. В правильно составленной интеллект-карте на ветвях фиксируются отдельные слова. Это делается потому, что каждое отдельное слово вызывает собственный уникальный набор ассоциаций. И таким образом способствует дегенерированию новых идей. По сравнению со словом, фраза представляет собой смысловую единицу с фиксированным значением. Ее способность вызывать свободные ассоциации ограничена. А, следовательно, ограничена и степень ее влияния. Если без фразы, ну, никак не обойтись, то расположите слова на ветви чуть подальше друг от друга, чтобы от каждого слова можно было нарисовать отдельную ветвь. И все же старайтесь использовать отдельные слова, а не фразы. Поместите по одному слову на каждую ветвь в интеллект-карте. И это заставит мозг увлечься предметом и дойти уже до сути вопроса. Это станет для мозга таким крючком, на который можно повесить воспоминания. Интеллект-карта имеет отличительные существенные черты. Во-первых, объект внимания изучения кристаллизирован в центральном образе. Основные темы, связанные с объектом внимания вашего изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей. В ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами, образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка. Тоже справедливо будет и для третичных идей и так далее. Ветви формируют связанную узловую систему. И Тони Бьюзен предлагает следующие этапы создания интеллект-карта. Итак, во-первых, что нам понадобится? Понадобится большой лист неленованной белой бумаги, набор цветных карандашей, наш мозг, который при нас всегда, непредубежденность, важный момент, воображение и тема исследования. У хорошей интеллект-карты три основные составляющие. Это центральный образ, передающий тему, то есть предмет изучения. При этом от вас не требуется особых художественных навыков. Толстые основные ветви, отходящие от центрального изображения. Эти ветви представляют ключевые моменты, ключевые темы, относящиеся к предмету изучения. Каждая из ветвей должна иметь свой цвет, помним, тоже это я уже обозначала. В свою очередь, основные ветви делятся на побеги второго, третьего уровня, которые представляют собой под темы. Единственное ключевое слово или изображение на каждой ветве. Итак, шаг первый у нас с вами. Размещаем лист бумаги горизонтально перед собой, как будто если бы мы хотели нарисовать пейзаж. В центре с помощью хотя бы трех разных цветов изобразите предмет, который вы хотите изучить. В примере Тони Бьюзана, ну это пример, опять же, естественно, это не для дошкольного возраста. Дальше я еще покажу, какие для дошкольников. Поскольку этапность нам предлагает Тони Бьюзан, я рассказываю на его примере. По примере Тони Бьюзана, это пьеса Уильяма Шекспира. Если не хотите рисовать портрет великого поэта, нарисуйте перо с чернилами или любой другой символ. Центральный образ стимулирует воображение и вызовет ассоциации. Если в центре нужно поместить слово, пусть оно выглядит объемно и сопровождается изображением. А можно же взять распечатать картинку, например, изучайте какую-нибудь лексическую тему. Пусть будет мебель. Распечатайте картинку и приклейте ее на середину, либо нарисуйте. Следующий шаг. Выбираем цвет и рисуем толстую ветвь, отходящую от центрального изображения, как ветка от ствола дерева. Это можно сделать, нарисовав две линии и затем соединив их в одной точке. Придайте ветви естественный изгиб, так как визуально это будет более привлекательно для мозга, для нашего. И в итоге повысит эффективность запоминания информации на этой ветве. Раскрасьте эту ветвь, ее толщина символизирует важность этой ассоциации в иерархии интеллект-карта. Следующий, третий шаг. Подпишите ветвь одним словом, либо как вариант за главной буквой. В нашем примере интеллект-карта посвящена пьесам. Но сообщение ваше вижу, все хорошо, все замечательно, не переживайте. Так, по поводу третьего шага я говорила. Подписываем здесь либо словом, либо одной буквой. И конкретно здесь у нас на примере интеллект-карта посвящена пьесам Шекспира. Значит, первый ветвь можно назвать комедия, трагедия, история. Вместо слова можно нарисовать маску комедианта, кинжал или корону. То есть здесь вы смотрите конкретно либо слово, либо заглавная буква, либо тоже какая-то картинка. Следующий шаг. Четвертый будет. Нарисуйте второстепенные ветви, отходящие от главной. Затем ветви третьего уровня, отходящие от второго. И каждую ветвь подпишите одним словом или символом. Или наклеить можно какую-то картинку. Если, например, дети еще писать не могут, то можно предложить им картинки либо нарисовать, либо приклеить, уже заранее вами подготовленные. Что еще? У каждого символа должна быть отдельная ветвь. Не торопитесь. Оставьте несколько веток пустыми. Дальше уже потом мозг придумает, чем их заполнить. Следующий, пятый шаг. Выберите другой цвет и нарисуйте следующую основную ветвь. Я рассказываю вам смысл, уважаемая участница. Очень новый комментарий, который вот сейчас вы не прослушав до конца вебинара, я отвлекаюсь. И здесь, понимаете, опять же, суть. Важно понять смысл. И я иду от первоисточника. Далее еще вебинар наш не закончен. Получается так, что я отвлекаюсь. И вы не улавливаете, во-первых, суть. А поскольку не улавливаете суть, то дальше возникает еще большее количество вопросов. Поэтому давайте мы с вами сейчас пока будем уважать друг друга хотя бы. Ладно? И дослушаем вебинар. А дальше, если у вас будут какие-то вопросы, вы тогда мне зададите. Дальше. Что здесь? Следующий шаг. Когда у вас... Шестой шаг по счету получается. Когда у вас появилась структура из основных ветвей, можно свободно передвигаться по всей интеллект-карте. С ветви на ветвь. Заполнять пропуски. Добавлять новые дополнительные ветви по мере возникновения ассоциаций. Седьмой шаг. При желании можно добавить стрелки, соединительные линии, звенья между основными ветвями, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между ними. И вуаля! Вы создали свою первую интеллект-карту. Тони Бьюзен отмечает, вот как раз для дошкольников, как это может выглядеть. Тони Бьюзен отмечает, что начиная работать над интеллект-картой, вы должны четко представлять себе свои цели. Какая информация или знания вам необходимы? Какие категории в рассматриваемой теме вы считаете наиболее важны? Если бы это была книга, какими бы были названия ее глав? Какие бы она содержала, например, уроки или тема? Какие вопросы вам нужно было бы задать? Такие вопросы, например, что, где, кто, как, какой, когда, они могут стать весьма полезными ветвями в интеллект-карте. То есть задавайте эти вопросы детям, чтобы они отвечали вам, на какие под темы можно разделить основную тему. И ваши основные упорядочивающие идеи могут касаться следующих аспектов. Например, структура, форма вещей, функция, цель вещей, что они делают, свойства, характеристики вещей, процессы, как они работают, оценка, насколько вещи полезны, классификация, как вещи относятся друг к другу, история, хронологическая последовательность событий, персоналии, роли, характеры людей и так далее. Для начала можно записать первые 10 слов или образов, которые придут в голову, а затем уже сгруппировать их под общими заголовками, чтобы сформировать основные ветви. Добавьте ветви. Ветви, находящиеся ближе к центру, должны быть толще, чтобы подчеркнуть их важность. Над каждой такой ветвью напишите одну основную упорядочивающую идею. Дополнительные ветви, отходящие от основной, будут содержать информацию, относящуюся к конкретно основной идее. Более общие концепции должны располагаться ближе к центру, тогда как более узкие, специфичные концепции должны занимать дополнительные ветви, дальше от центра интеллект-карты. Если в ходе создания интеллект-карты вы продолжаете исследовать тему, может оказаться так, что некоторые из идей, которые вы сначала сочли периферийными, на самом деле оказываются более важными. И в этом случае просто сделайте эти ветви более толстыми, ну толстите их. Таким образом вы будете указывать на значимость этой информации. Придайте ветвям естественные изгибы, чтобы сделать их визуально более привлекательными. И кроме того, каждая ветвь будет выглядеть уникальной. Это будет способствовать лучшему запоминанию информации на этой ветве. Выражайте свои идеи через образа. Почему тоже обозначало в начале нашего вебинара. Чтобы добиться максимального визуального воздействия, вдохновения, а также сделать увлекательным, сам процесс используйте как можно больше образов. Как и со словами, каждая из картинок должна занимать отдельную ветвь. Картинки на интеллект-карте не обязаны быть шедеврами. Быстрые какие-то наброски, символы, картинки подойдут как нельзя лучше. Не стоит тратить время на то, чтобы довести до идеала. Если рисуете, например, совместно с детьми, не нужно пытаться довести до идеала. Суть в том, чтобы выразить быстро пришедшие в голову идеи на бумаге. Так что считайте эти иллюстрации одной из форм сценографии, фиксирующей суть. В то время как при линейном конспектировании используются три основных навыка линейного структурирования. Символов анализа при создании изображений задействуется широкий спектр когнитивных навыков. От воображения, логики, пространственного мышления до использования цвета, формы, объемности и визуального структурирования. Акименко предлагает такой порядок работы с применением интеллектуальных карт. Это конкретно уже в дошкольном образовательном учреждении. Во-первых, выделяются основные ключевые понятия по теме. Дальше, называются картинки, изображенные на карте для уточнения и закрепления словарного запаса. Далее, составление и распространение предложений по каждой ветке дерева. Воспроизведение рассказа по интеллектуальной карте. Наглядность при данном виде работы максимально представлена в виде предметов, объектов, рисунков и порядка действий с ними, которые наблюдают дети на карте. И каковы же варианты создания интеллект-карт? Карту ума можно создавать несколькими способами, но в каждом из них главная роль отводятся дети. То, что дети делают сами, запоминается проще и лучше. Вот этот ключевой момент здесь важно отслеживать. В составлении интеллектуальной карты могут участвовать педагог. Он может что сделать? Он может составить интеллектуальную карту по теме занятия. При этом ребенок в ходе исследования, беседы по ней будет запоминать лексику, составлять предложения, рассказ. Отказ может составить воспитатель в совместном взаимодействии с детьми. Не только воспитатель, другой педагог, кто работает. Что здесь в совместном действии с детьми? Как иллюстрирование, рассматриваемое на занятии тема. Как закрепление материала по определенной теме. Или в ходе проектной деятельности. А также можно предложить составлять интеллект-карты детям вместе с родителями в качестве домашнего задания. Опять же, здесь это что? Поможет привлечь родителей к образовательному процессу и сформировать у детей на будущее умение в процессе учебы в школе, находить эффективные способы для усваивания учебного материала. Ну и кроме того, здесь же детско-родительские отношения, про них не забываем. Поэтому тоже полезно привлекать родителей. Во всех случаях ребенок является активным участником процесса осмысления и создания интеллект-карты. Работа по карте способствует развитию у ребенка коммуникативных качеств, умения слушать педагога, сверстников, формирует желание быть активным, проявлять инициативу, воспитывает лидерские качества и вместе с тем уважение к другим. В условиях реализации федерального государственного общеобразовательного стандарта дошкольного образования метод интеллектуальных карт позволяет наиболее полно осуществлять интеграцию образовательных областей и решать образовательные задачи. Дошкольнику совершенно не обязательно знать всю суть и философию создания ментальных карт. Это я вам вначале рассказывала для вас, чтобы вы понимали, как это строится, как это должно быть. Поэтому, естественно, детям мы на примере Шекспира не показываем его пьес, это для вашего понимания. Дошкольнику, детям нравится участвовать в процессе и хочется, чтобы процесс был динамичный и веселый. И тоже как вариант интеллект-карта, извините, что в таком виде, в процессе работы качество ухудшилось. Майкл Типперу советует начать знакомство ребенка с ментальными картами, выбирая для начала самые простые понятия, которые знакомы ребенку, и организовывать элементы в основные категории. Например, выберите ферму и помогите ребенку придумать, что или кто находится на ферме. Сараи, животные, люди, машины. Интеллект-карты – это хороший способ изучать времена года, описывать разные характеристики объектов и так далее. Это поможет ребенку начать видеть связи между объектами и явлениями, а также превращать все в логическую интеллектуальную систему. Я использую, поскольку я логопед все-таки в первую очередь, поэтому я использую метод интеллект-карт по развитию речи, формирование панематических умений как вариант. Само понятие «звук» для ребенка является абстрактным, вообще непонятным, и педагоги, кто с этим сталкивался, прекрасно меня поймут. Научиться различать звуки гласные и согласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, определять позицию определенного звука в слове – достаточно трудная задача для ребенка. А с помощью интеллект-карты визуально быстрее запоминают. И в этом случае, используя… Они перед вами на экране были, а в чат я как добавлю. Вы же можете скачать картинки, вы можете скачать презентацию, уважаемые участники. Презентация доступна для скачивания. Вы можете ее скачать, и если она вам необходима, то вы как раз можете ее использовать. Варианты вам никак? Не подходят те варианты, которые я предлагала? Я просто не понимаю суть вопроса, если честно. И… Спасибо большое. Что дальше? По развитию лексики необходимо отметить роль интеллектуальных карт в соотнесении слова и образа, которая характеризует качественную сторону словарного запаса. Примером может послужить использование интеллект-карт при усвоении детьми многозначных слов. Особое внимание уделяется уточнению значения каждого предлога, дифференциации между близкими, противоположными по значению предлогами, выделению предлогов как самостоятельных слов. Отрабатывать эти направления можно также с использованием интеллект-карты. Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла некоторых слов делают рассказы детей информативно бедными. Им трудно строить последовательный логический рассказ из-за снижения количества конкретной информации. Следуя правилам построения интеллект-карты, мы можем с вами добиться решения поставленных задач. Идем к получению ожидаемых результатов. Например, актуализируем знания по теме фрукты. Сначала спрашиваем, что ребенок об этом думает. Приглашаем его порассуждать. И наводящими вопросами подводим к тому, что он сам находит ответ. Если ребенок не задает вопроса, то надо ли дать ему определенные знания? Задаем тогда вопрос сами. Ставим в ситуацию, когда ребенку приходится повторять исторический путь познания и преобразование вещества или предмета, или объекта. Составление интеллект-карты начинаем с того, что в центре располагаем центральный образ, как я говорила. И в нашем случае это изображение пусть будет корзина. Дальше задаем, берем же тему фрукты, дальше задаем вопрос. Какие ассоциации у тебя вызывает слово фрукты? От центрального образа рисуем отростки первого уровня, помним, что они более толстые у нас с вами, которые будут раскрывать главную идею. Главное выслушать, если это групповая форма работы, выслушать всех детей, каждого желающего. Отрицательных оценок не даем, так как это только закрепощает. После детализируем отростки, каждый состоит из нескольких веревочек, они ведут к ассоциации с ключевыми понятиями. И в заключение наводим красоту, подрисовываем картинки, используем разные цвета. Ветви могут быть изогнутыми, похожими на ветви дерева. И такие беседы внешне должны быть как бы импровизацией. Педагог идет за логикой ребенка, а не навязывает своего мнения. На таких занятиях дети учатся системному анализу. Знания добываются самостоятельно. Каждое занятие с детьми – это поиски, цепочки вопросов. Как? Откуда? Зачем? Для чего? С чем можно сравнить? Все это и есть работа с элементами интеллект-карты. Интеллект-карты в работе с детьми вводятся постепенно. Условно можно разделить на такие этапы, как знакомство сначала детей с интеллект-картой. Это происходит приблизительно во второй половине старшей группы. В начале работы дети получают представление о том, что о любом предмете или явлении можно рассказать картинками. Можно поиграть в игру «Зашифрованные письма». Первый вариант. Сначала дети составляют рассказ по схеме интеллект-карты, уже готовой, которую создал педагог. Дети в группе, например, получают письмо-шифровку, пытаются понять, что это такое, кто мог прислать такое письмо, а потом вместе с педагогом читают письмо, то есть составляют рассказ по интеллект-карте. Постепенно дети начинают читать письма. Ну, понятно, что читать письма – это в кавычках, уже самостоятельно. Можно составлять несколько рассказов и выбрать, чье письмо оказалось самым подробным и интересным. Составлять совместные рассказы, если сначала договориться, кто о чем будет рассказывать. Либо второй вариант. Дети с помощью педагога или родителя составляют интеллект-карты по заданной теме. Когда дети научились читать зашифрованные письма, можно предложить детям самим уже составлять такие письма-шифровки. Детям предлагаем, не надо говорить интеллект-карты, для них это сложно, непонятно, а вот письмо-шифровка для них будет гораздо более интересно и будет мотивировать их на работу. Составить самостоятельно такие письма-шифровки и отправить кому-нибудь. Инопланетянам, например, другу или и так далее, прочее. Далее педагог предлагает подумать, о чем будет письмо. О чем напишем сначала, о чем после этого. И идет совместное составление плана рассказа. Можно предложить детям подгруппы каждому придумать свое предложение по теме письма. И нарисовать свою веточку. Например, если берем птицы, желтая веточка, виды птиц, синяя, что есть у птиц, зеленая, чем они питаются, красная, где они обитают и так далее. Постепенно дети самостоятельно составляют письма-шифровки. Могут составлять такие письма дома с родителями. И данную работу тоже очень быстро разберем на примере создания интеллект-карты часы. Итак, знакомимся с темой часы. Цель здесь познакомить детей с тем, что такое время, для чего нужны часы, какие они бывают. Беседу проводим. Как вы думаете, что такое время, как его измерить. В процессе непосредственно образовательной деятельности, время, дети знакомятся с первобытными людьми, о том, как они измеряли время. Продуктивные деятельности рисуют, делают аппликацию часы. Дальше беседа, что же такое время, как его измерить, из чего состоят часы, какие они бывают. И обозначаем, что, оказывается, мы столько много всего не знаем. И обозначаем, хотите ли вы узнать больше о часах, а где мы это можем узнать. И спрашиваем у детей, они рассказывают, кто скажет в энциклопедиях, кто в книгах, кто в интернете. Я думаю, в основном скажут в интернете. Ну и дальше потихоньку узнаем, что о чем, что к чему. И предлагаем детям, чтобы не забыть, давайте все, что мы узнали с вами, будем зарисовывать на этом листе. Предлагаем лист бумаги, в углу нарисованы часы, чтобы было понятно, какая тема. И ребята сами придумывают варианты знаков, заменителей слов. Например, электронные часы, батарейка можно обозначить, железные, например, гвозди, часы ломаются, молоток и так далее. Дальше, следующий этап, это создание интеллект-карты часы. Идет сбор информации. Осуществляется этот сбор в самостоятельные деятельности, изучение энциклопедии, рассматривание часов, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, а также в процессе совместной деятельности. Возможно, если посещение музея или какой-то картинок. Кстати, музею можно же не обязательно оффлайн посещать. Сейчас широко используются онлайн-мероприятия. Вы можете самостоятельно разработать, сделать экскурсию по музею часов. У нас, кстати, был вебинар на эту тему, я проводила. Можете посмотреть в записи на нашем портале. Вместе с родителями ищут информацию в интернете, потом рассказывают интересные факты о часах, о времени, рассказывают в группе. Рисуют свой режим дня, изготавливают макеты часов для выставки. Сейчас, после занятий, Татьяна Викторовна еще расскажет, как скачать презентацию хорошо. В группе также вы можете оформить мини-музей часы, выставку макетов часы и так далее. И далее уже итоговый этап – оформление интеллект-карты часы, составление рассказов по интеллект-карте. Можно провести обучение игру в первой половине дня вместо занятия. На мольберте располагаем листы ватмана с рисунками детей, готовим чистый лист ватмана, запасаемся набором ярких цветных карандашей, фломастеров и так далее. Что еще? Дети пытаются составить рассказ. И если нужно, конечно же, педагог помогает, предлагает, а если вдруг не получается, то педагог предлагает научить составлять умные карты кого-нибудь, какого-то героя. И дальше дети составляют, объединяют рисунки в смысловые группы. Воспитатель предлагает соединить картинки ключевыми словами. Например, какие бывают, для чего нужны, размер, форма, действия с ними и так далее. Опять же, выделяем яркими цветами, фломастерами какие-то слова, фразы, если все-таки фразы получились, которые относятся к описанию признака. Вот таким образом. Заполняем интеллект-карту. К каждому ключевому слову или фразе добавляем ответвление по количеству слов-рисунков. Нашли смысловые связи между группами, зарисовали, тоже рассказали. И после того, как составлена интеллект-карта, обсуждаем с детьми. Как вы думаете, удобно теперь составить рассказ, глядя на эту картинку, рассказать обо всем, что мы с вами узнали. Давайте попробуем. И после этого составляется рассказ о часах, используя интеллект-карту. Следующее, что еще можно предложить детям две интеллект-карты в начале изучения темы. В нее заносится все, что дети знают по этой теме, намечают, что бы они хотели узнать. И в конце изучение темы тоже. В этой карте тогда вся информация, которая собрана детьми по теме, актуализируется. Не забывайте привлекать родителей тоже к работе. И времени у нас уже совсем не осталось. Уважаемые участники, применение карт ума в дошкольных образовательных учреждениях способствует интеллектуальному развитию дошкольников. Дети пополняют свой словарный запас, развивают связанную речь, развивают фантазию. С помощью интеллектуальных карт ребенок идет в развитии от простых логических операций к сложным и уже умению анализировать. Если есть вопросы, то задавайте их. Спасибо вам за внимание. Благодарю за прекрасный отзыв. Если вопросы есть, то пишите в чат, я тогда отвечу. Спасибо огромное. Если не получается на будущее как-то скачать презентацию, вы же можете фотографировать, делать скриншот с экрана. Спасибо огромное, уважаемые участники. Очень рада, что материал оказался полезным. Ждем вас на наших вебинарах. Спасибо огромное за ваши отзывы. Очень важно. Спасибо. Да, я тоже детям предлагаю зашифровывать письмо, шифровку, потому что, ну, смысла им говорить интеллект-карт нет никакого, а вот как раз-таки, когда мы создаем такую интригу, то дети активнее вовлекаются в процесс. Еще раз благодарю вас, уважаемые участники, за ваше внимание. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok